В Подмосковье бригаде скорой помощи пришлось принимать роды прямо в машине. Причём всё случилось, можно сказать, на финишной прямой. До роддома оставалось всего 300 метров, но девочка очень торопилась появиться на свет. Слово Максима Парина. Кате всего пять дней. Она, как все малыши в этом возрасте, не любит одеваться, но перед камерой решила это не показывать. Ты моя умница, даже не пикнула. У нас Катя. Да, поговори со мной. О том, что Катя появилась на свет чуть раньше, её мама Ирина сейчас вспоминает с улыбкой. Однако в тот день ей, конечно, было не до смеха. Теперь мне, конечно, весело. Когда я ехала, да, это было... Но мне попались очень здоровские ребята, очень хорошая бригада. Фельдшеры Ольга Голубятникова и Сергей Федотов на скорой помощи работают давно. Взяв пациентку со схватками, почти сразу поняли, рожать придётся в машине. Тем более, что до Нарафаминского перинатального центра, где должна была рожать Ирина от Кубинки, 32 километра пути. Считаем продолжительность схваток, насколько участились, давление меряем. То есть мы это наблюдаем, женщины, в момент транспортировки. И уже было понятно, что роды будут стремительными. Всё так и получилось. Схватки учащались и становились более продолжительными. Рассказывали, как надо дышать, как, что там, зажиматься нельзя. В такой момент, конечно, уже отключаешься чаще всего и работаешь уже на автоматизме. Врачи дают должное пациентке. Ирина не испугалась и во всём их слушалась. Уже через полчаса на свет появилась Катя. До роддома они не доехали всего 300 метров. Ребёночек закричал сразу. Мамочка довольна, мамочка выдохнула, сказала, спасибо вам огромное. Растите большими, здоровыми, приходите к нам за третьим. И вот они встречаются второй раз. Счастливая мама и те, кто подарил ей это счастье. Рождение ребёнка – это всегда чудо. И мы, наша бригада скорой помощи, очень рады, что мы приложили к этому чуду свои усилия. Хорошо, что всё так получилось. То, что оказались хорошие специалисты рядом. Спасибо им огромное. Максим Апарин, Маргарита Королёва, Вести.